Серьезный разговор с поколением, которому предстоит продолжить исторический путь Беларуси в меняющемся с безумной скоростью мире. Так, глава государства охарактеризовал встречу со студентами вузов Витебской области. В университете имени Маширова прошел разговор по принципу открытого микрофона. Место выбрано не случайно. Этот один из старейших вузов страны открылся в 1910 году. Сегодня здесь функционирует 15 научных школ. Наработки студентов, а также доклад ректора президент заслушал еще до старта разговора. Начали с актуального вопроса. Скажите, обшежитие для студентов? Сто процентов. Даже магистрантов поселения. Молодцы. Это главное. Наши научные исследования. Мы занимаемся различными проектами, наращиваем эти проекты. Проекты у нас есть и фундаментальной направленности, практикоориентированной направленности, социально-гуманитарной направленности. Здесь есть наши уважаемые ученые-стендисты. Елена Алексеевна Корчевская. Елена Алексеевна недавно из ваших рук получила благодарность за разработки в области IT-медицины. IT-медицина. Аж сюда попало. Да. Помогают нам в этом. А почему не медуниверситет? Мы сотрудничаем с медицинским университетом в Витебске государственным, с профессорами, нейрохирургами. Тут это удобнее? Тут просто компетенция IT, вот софт написать, как это все использовать, а там уже медицинская часть. И они вот два вуза соединяются и получаются такой хороший продукт. Они нам добывают большие данные для того, чтобы мы могли анализировать. Мы делаем софт соответствующий, и это помогает делать первичный диагноз больным. Различные области нами охвачены. Есть международные проекты. Они делают, что умеют, и вместе они делают такой вот замечательный продукт. О науке, технологиях, реальном секторе экономики и не только речь шла уже со студентами. Мир меняется с огромной скоростью, отметил глава государства. Однако проблема даже не в темпе перемен, а в том, что странные народы втянуты в гонку за обладание технологиями. Нынешняя борьба за мировое технологическое лидерство, как и гонка вооружений во второй половине прошлого века, снова подвела, к сожалению, мир к краю пропасти. В той или иной части света уже искрит, где-то противостояние идет с оружием в руках. Очень жаль, что это совсем рядом с нами, и даже не рядом, а у нас. Мы понимаем, технологические монополисты в лице западных государств сделают все, чтобы не допустить трансфера знаний и технологий в развивающихся государствах. Для коллективного Запада эти страны – поставщики рабочей силы и рынки сбыта. Ну, что-то похоже на неоколониализм в чистом виде. Надо понимать, что введение незаконных санкций, различные рестрикции, расцвет шовинистических, националистических, других разрушительных идеологий на Западе – это свенья одной цепи. Подчиненные единственной цели – всеми силами сохранить миропорядок, основанный на их правилах. Правилах, которые обеспечивают им сытую жизнь, прежде всего за наш с вами счет и других развивающихся стран. И нас стягивают данные противостояния. Пока в сферах экономики, науки, технологий. Но цель – превратить Беларусь в еще одну горячую точку на карте мира. Наша задача – в ускоренном формате провести новую научно-техническую революцию. Пока нас не втянули в это военное противостояние. Только в таких условиях появится шанс сохраниться как государство и не допустить большой войны на нашей земле. Это суровая правда жизни. Я хочу, чтобы вы понимали всю серьезность исторического момента. Именно сегодняшним студентам скоро работать на производстве или в лаборатории. Словом, двигать вперед научную мысль. Государство рассчитывает на молодое поколение и делает все, чтобы реализовать самые смелые идеи студенты могли и хотели именно в родной Беларуси. Сегодняшний разговор – возможность задать волнующие вопросы, ведь у главы государства закрытых тем нет. И опять же, о недостатках или, напротив, достоинствах президент предпочитает слышать из первых уст. Пожалуйста, подходим, представляемся и задаем вопросы, которые вас интересуют. Да, и не только вопросы, которые вы мне прислали. Я дважды прочитал ваши вопросы вчера и сегодня утром. На всякий случай, думаю, в памяти надо обновить. Поэтому мы пришли, я приехал к вам, чтобы поговорить откровенно. Если вы не согласны с чем-то, если вы чего-то не понимаете, так вы откровенно спросите. А я обещаю вам, постараюсь откровенно ответить. Если я не буду знать ответа, начальники вот сидят в пятом ряду, они все зафиксируют, и мы вам пришлем ответ. Поэтому давайте откровенно поговорим, коль встретились. Здравствуйте, уважаемый Александр Григорьевич. В нашей стране много университетов, которые подготавливают инженеров. Я рассматриваю наш университет, Полский государственный университет, ну и также не исключаю БНТУ, в котором большая инженерная база. А как думаете вы, уважаемый Александр Григорьевич, отличается ли уровень подготовки специалистов в региональных и столичных вузах? Ведь большинство ребят уезжают в столицу, чтобы там учиться и жить. Я ведь закончил два региональных вуза. И если вы выбираете, я понимаю, многие, вот, надо обязательно какой-то там университет туда-сюда. Чепуха – это полная. Я тоже этой болезнью страдал. Очень хорошие преподаватели в региональных вузах. Вот я помню своих преподавателей в моем вузе. Некоторые уже ушли из жизни. Я с ними, будучи президентом, встречался. Ну, это классные были преподаватели. Поэтому неважно, где ты будешь учиться. Программы, методички и прочее – все одинаково. А база, ну так видишь, промышленный город. Здесь промышленность на первом месте. Вот никак не могу от губернатора добиться, чтобы сельское хозяйство подтянулось до уровня промышленности. Здесь ты найдешь себе любой завод, где ты можешь научиться. Главное сейчас – желание. Вот я не зря вам историю свою рассказал. У меня было жуткое желание помочь людям. Жуткое. Изменить что-то в этом. Может, Бог увидел, что я хотел изменить чего-то. Но только вот в пользу людей. Вот простых людей. Несправедливости было море. Я с этим сталкивался еще со школьных лет. У нас жуткий дефицит на таких вот толковых людей, которые хотят что-то сделать. Ну, я не говорю для Родины там, для страны. Для людей. Знания можно получить и в Белорусском госуниверситете, и в университете имени Машерова. Одинаково. Одинаково. Поверьте мне, преподаватели есть лучшее, худшее, но в среднем одинаково везде. И даже в региональных вузах частенько бывают лучше. Почему? Потому что, ну, знаете, я же говорю, что в Минске сложно. Пробиться порой труднее. И некоторые, которые просто хотят наукой заниматься, преподавать. Ну, настоящие преподаватели. Они махнут, говорят, да пошел он этот Минск подальше. Буду работать в Витебске. Но он классный преподаватель. И много оседает таких преподавателей в региональных вузах. Мои преподавательные стати особенные, в академии, классные были. Сейчас я академию критикую часто. Мне кажется, что там немножко хуже стали преподаватели. Но я туда поеду специально. Для того, чтобы мы не должны уронить уровень академии. Поэтому не терапитесь куда-то бежать. У тебя все под руками здесь. Возвращаясь к вопросу искренности, за которую Александр Лукашенко часто критикует, студенты отметили, что западные руководители в этом плане полна противоположность белорусскому лидеру. Их решения порождают хаос и не несут благо своим народам. Нам тоже пытались и по-прежнему пытаются навязать подобное. Отсюда следующий вопрос учащихся. Как не поддаваться на провокации? Руководству президента нужно разбираться в ситуации и не торопиться. Подробности в нашем следующем эфире. К началу учебного года в Беларуси традиционно открываются новые школы. В Витебске одну из таких построили по уникальному проекту. Бассейн, скалодром и инклюзивная среда. Все это начальная школа номер 48, в которой также разместился детский сад. Всего 850 ребят будут посещать это учреждение образования. Для первоклассников учебный день начался с торжественной линейки, на которой почетные гости вручили школе подарки. Сертификат на укрепление материально-технической базы, интерактивной панели и спортивные мячи. Сегодня начали работы и группы детского сада. Две из них для малышей с дефектами речи. Помещение оснастили современным игровым оборудованием. Уникальный проект, много лет о нем говорили, когда в одном фактической объекте мы совместим и дошкольное образование, и начальную школу. И здесь на самом деле было заложено много смыслов, кроме, естественно, главного, это такой бесшовный адаптационный переход деток из детского сада в школу. Второй важный момент, это, конечно, экономия ресурсов, обеспечить высокое качество, самые современные технологии. Для учащихся начальной школы подготовили 16 классов и комнаты для групп продленного дня. В распоряжении ребят также лингофонные и компьютерные кабинеты, библиотека, класс хореографии, изо-студия, музыкальные, спортивные и тренажерные залы, скалодром и бассейн. Готовить обеды для воспитанников и учащихся будут на месте, в пищеблоке, оснащенном современным технологическим оборудованием. Это событие и для Витебска, и для нашей страны. И посмотрим, как этот проект приживется, как он будет развиваться дальше. Большой коллектив, более ста педагогов. И я уверен, что этот проект, наверное, эта школа станет своеобразным таким современным центром обучения, центром патриотического духовно-нравственного воспитания юных граждан. На территории школы разместились кирпичные веранды, площадки для игровых видов спорта и изучения правил дорожного движения. Для детей с ограниченными возможностями предусмотрена безбарьерная среда. Новоселье сегодня и учащихся 42-й столичной гимназии. Теперь в их распоряжении новое здание в микрорайоне Лебяжи. Раньше учреждение образования располагалось на Комсомольской улице и долгое время ютилось в одном здании с юридическим колледжем БГУ. Новое здание рассчитано на более чем тысячи учеников. Это позволило набрать целых семь первых классов. Главные герои праздничного дня волнуются больше всех и настраиваются на новую для них роль – гимназистов. Я очень сильно готовился к ней и ждал этого момента. Я давно очень хотела попасть в первый класс. Сегодня мы открываем 36 классов общей численностью 1012 детей. Мы всем рады. Школа новая, интересная, оснащена прекрасно. Будем работать, будем учить детей с прекрасным педагогическим коллективом, с родителями, которые готовы к сотрудничеству. Я думаю, у нас все получится. Поздравить учащихся и коллектив гимназии с Новосельем сегодня приехали почетные гости. Председатель Совета Республики обратила внимание, что здесь созданы все условия для многопрофильного обучения детей. Есть бассейн, спортивный зал с современным оборудованием, компьютерные и лингофонные кабинеты. Новое здание гимназии – это отличный подарок для молодого столичного микрорайона. Это такой центр вот в этом районе, который будет, конечно, использоваться и жителями этого района. Потому что здесь великолепный бассейн, хорошие спортзалы, здесь великолепная библиотека и хорошие условия для приема пищи для ребят. Ведь дети – это наше будущее, будущее нашей страны. И от того, какие они получают знания, как они воспитываются в стенах гимназии, школ, зависит напрямую будущее нашей страны. Отмечу, в нынешнем учебном году в нашей стране учебный год начался в 2600 школах. Сегодня парты в них заняли около миллиона учеников. Вместо праздничной линейки – прилеты, вместо классов – подвалы. Израильские дети на севере страны начали новый учебный год в бомбовбежищах. Их праздник обращен обострением напряженности между Израилем и ливанской группировкой Хизбалла. Учащихся детских садов и школ отправляют в бункеры. Их обустроили похожими на комнаты отдыха. Там дети играют, рисуют, учатся читать и ждут родителей. Многие из которых сейчас на массовых протестах, которые охватили всю страну. География демонстрации расширяется, а численность их участников растет. Поводом стало убийство шести заложников, жителей Израиля, которые находились в руках палестинского движения «Хамас». Шествия давно вышли за рамки обычной акции. Они буквально парализовали страну. С перебоями ходит общественный транспорт. Авиасообщение тоже разорвано. Аэропорты Хайфа и Бен-Гуриона отменяют рейсы. Пассажиры толпятся в золах ожидания. Умер легендарный борец Александр Медведь. Ему было 86. Лучший спортсмен Беларуси 20 века трижды поднимался на высшую ступень пьедестала почета Олимпиад. Семь раз становился чемпионом мира, четырежды выигрывал континентальные состязания. Обладатель многочисленных наград и почетных званий Советского Союза, Беларуси, России после завершения спортивной карьеры перешел на тренерскую работу. Был вице-президентом Национального олимпийского комитета. Возглавлял сборную Беларуси по вольной борьбе и федерацию этого вида спорта. Ежегодно на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя в Минске проходил турнир по вольной борьбе. Соболезнование в связи со смертью легендарного борца и тренера направил Александр Лукашенко. Президент подчеркнул, что Александр Медведь всего себя посвятил служению Беларуси. Унес неоценимый вклад в развитие национальной школы борьбы и олимпийского движения. В памяти белорусского народа Александр Васильевич навсегда останется как воплощение силы, мудрости и патриотизма, подчеркнул белорусский лидер. Каков сакральный смысл Дня народного единства? Почему этот праздник не только про историю и как сделать белорусское общество монолитным? Этим вечером на площадке ток-шоу по существу соберутся историки, социологи, идеологи и пиарщик для того, чтобы поговорить о смыслах и идеях. Если у вас есть что добавить или спросить по теме, присоединяйтесь к разговору. Стать участником может каждый. Со стартом программы считывайте своим гаджетом QR-код, который появится на экране и переходите в чат-трансляции на платформе YouTube. Не пропустите единственное на отечественных экранах общественно-политическое ток-шоу, которое идет в прямом эфире. Старт сегодня в 18.30.